Здравствуйте! Хотите, я даже угадаю, что вы пьёте по утрам? Это либо чай, либо кофе. Но сегодня я хочу вам предложить ещё один напиток приготовить, который не уступает по своим полезным свойствам ни чаю, ни кофе. И также его лучше употреблять по утрам. Это какао. Для приготовления какао, собственно говоря, нам потребуется какао-порошок, нам потребуется молоко, сахар, ну и я ещё возьму немножечко ванилину. Итак, первым-наперво я молоко наливаю. Кастрюльку, беру литр молока, включаю и пусть нагревается. В это время мне потребуется какао. Я беру 6 столовых ложек, без верха. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Остатки. Всё. Какао у меня кончился. Теперь мне сюда нужно будет налить немножечко молока. Я отолью вот из этой кастрюльки чуть-чуть совсем. Это нужно для того, чтобы развести какао. Видите, оно как у меня скатывается, поэтому мы должны его вот сначала размешать. То есть ни в коем случае сухим его не нужно закладывать в молоко, иначе у вас ничего не получится. Его нужно так, что-то у меня прям так вот не очень хочет. Сейчас я вилочкой ещё, может венчиком. Ну, пока я тут размешиваю, я вам хочу сказать, что какао – это очень полезный продукт. Ну, во-первых, какао благотворно влияет на всю нашу сердечно-сосудистую деятельность. Болится с такими ненугами, как атеросклероз, инфаркты, инсульты. То есть предотвращает. Хорошо способствует улучшению памяти. Вот для детей, например, это очень полезный продукт, но, естественно, есть ограничения. Там до, скажем, до трёх лет его не употребляют. Так, ещё водички сюда. Молочка ещё сюда надью. Почему? Значит, противопоказано детям до трёх лет и беременным женщинам. Потому что содержат вещества, которые способствуют диуретическому эффекту и, в общем-то, происходит вымывание кальция. Ну, а для растущего организма, особенно вот детки до трёх лет, они прям быстренько растут. И беременные женщины, когда выношивают плод, тоже, в общем-то, им это нежелательно. Потому что это строение костей. Я, видите, развела, да? Это очень полезный продукт, потому что помогает выровнять цвет лица, избавить от сухости, шелушения кожу. Это очень важно для молодости. И способствует улучшению состояния волос и ногтей. Ну, вот мы развели. Ну, теперь будем смотреть, как же у нас сейчас закипит молочко. Так, сахара с сахаром мы берём 6 чайных ложечек. Но можете взять больше или меньше. Если какао готовится на молоке и с сахаром, то, естественно, что этот напиток противопоказан диабетикам, больным с сахарным диабетом, ну, и людей, страдающих ожирением. Конечно, они могут пить какао и готовить себе, но готовить его на воде. Но здесь есть один минус. Какао само по себе горчит, и пить его не очень приятно. Но поскольку употреблять этот напиток надо, поэтому всё равно я его рекомендую и этим людям, у которых есть такие заболевания, как ожирение и сахарный диабет. Почему им противопоказано? Потому что высокая калорийность молока и плюс ещё и сахар. Так, смотрим за молочком, чтобы оно у нас не убежало. Смотрите, у меня уже водичка такая вот горячая. Какао у меня уже тут нет. В общем, старайтесь развести так, чтобы комочков вообще не было. Ну, и сейчас я сюда вот в горячее выливаю молоко. Всё смываю. Кстати, сахар можно сразу положить при готовке, можно потом добавлять. Кстати, кто хочет уменьшить калорийность, можно использовать, знаете, заменители, какие-то сахарозаменители. Вот такого вида, видите. Даже можно, кстати, поменьше положить немножко какао. Такой насыщенный цвет. Так, ну и я положу ещё. И положу ещё сахар. Раз, два. Вы знаете, я положу, наверное, только три ложечки. И сейчас я попробую, если мне будет достаточно, потому что, ну, я, например, сильно сладкий кофе, какао не пью. Поэтому смотрите. По вашему вкусу. Вот сахар по вашему вкусу. Так, нет, ещё надо ложечку. Так, вот я положила 4 чайных ложечки. И я думаю, это будет достаточно. Теперь надо, чтобы всё это закипело. Как только закипит, мы будем остужать. Ну, скажем так, не сильно, чтобы можно было пить. Ну, и потом в дальнейшем, конечно же, употребляем, как обычный напиток. Можно просто с какими-то печеньками, с какими-то пирожками, плюшками, лепёшками. Но с чем вам нравится, с чем вы хотите. Ну, и ещё что хочу сказать, что после того, как у нас какао остынет немножечко, у него вот сам этот какао-порошок, он ведь же не растворяется ни в молоке, ни в воде. То есть он у нас как бы остаётся и выпадает осадком на дно. Это и есть само какао. Поэтому я считаю, что вот когда мы пьём, не надо его, чтобы оно там на дне оставалось. Размешайте и наливайте, и пейте сразу. Потому что это вот и есть самое полезное. Немножечко я забыла про ванилин. Я сюда ещё добавляю немножко ванилину. Потому что, ну, придаёт особый такой вкус. И мы получим вообще ароматный ещё напиток с ванилином. Вкуснейшее. Ну вот, видите, лёгкое кипение у нас уже, потому что я поставила на слабый огонь. Всё, и я отключаю. Какао готово. И разливаем по стаканчикам какао. Полезнейший напиток. Ну и, конечно, какао тоже не надо усердствовать. Не пить его с утра до вечера. А употреблять, конечно же, в меру. Ну всё, какао разлили, приготовили. Угощайтесь. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...